Добрый день! Вас приветствует любимая компания Электромотор. Сегодня мы хотим ответить на вопрос, что лучше, насосная станция или же погружной насос. По большому счету, вы должны выбирать насосное оборудование, исходя из того, что у вас есть. Если у вас колодец или скважина, вы должны знать, какое расстояние у вас от поверхности земли до начала уровня воды. Потому что насосные станции поверхностного типа, они идут со встроенным инжектором, и в основном они всасывают с 8-9 метров. Поэтому, если у вас уровень воды ниже, вы в любом случае будете уже использовать скважинный насос. Конечно же, есть и с исключением насосы с выносным инжектором. То есть, это поверхностные станции типа, например, как GDV, есть модельки у Педрола, или же насосы Плюс. GDV-шки, они идут с выносным инжектором, это такая специальная колбочка небольшая, которая как датчик опускается в скважину. И он может тогда поднимать воду на расстоянии до 45 метров. То есть, насосы поверхностные сверху, вся конструкция, только датчик опущен в саму скважину. Можно такую станцию выбрать. Но если у вас, в принципе, пропитая скважина, готовая под насос, который имеет диаметр 100 мм, вы можете устанавливать спокойно погруженные скважинные насосы. Они погружаются непосредственно в саму воду, на поверхности у вас будут находиться только гидроаккумулятор и автоматика. По большому счету, плюсы и минусы, что можно отнести. В принципе, то и то хорошо. Все зависит от того, какая у вас скважина, какой диаметр этой скважины и на какой высоте у вас находится уровень воды. Вот, в принципе, и все. Ну а то, что лучше установить, это уже зависит от качества оборудования. То есть, уже лучше тут задавать вопрос правильнее, что лучше установить, какого качества, какого производителя. Если у вас возникнут более какие-то конструктивные вопросы и нужно будет подобрать насосное оборудование, тогда обращайтесь в нашу компанию по телефончику 044-53038.